Слушайте, неделя выдалась, ну просто праздник на праздники. День МЧС, день воздушно-космических войск, дни защиты животных и честования учителей, но все это ерунда по сравнению с мировой революцией, ведь главная праздничная дата россиян еще только ожидает. Именно я говорю сейчас о дне рождения нашего амператора 7 октября, который, по-моему, государственным праздником скоро станет. Пора бы уже мужам из Думы задуматься об этом, чтобы сделать его таковым, ну чтобы стала, наконец, эта дата в календаре официально красной, причем самой красной, и чтоб с маевками, демонстрациями, торжественными речами и даже парадами, а после с застольями в каждом доме, ладно, начинаем. Тем более, что маевки на этот день и так всегда планируются, и в этот раз тоже запланированы. Лидеры оппозиции, например, призвали своих сторонников выйти в день рождения государя на несанкционированные митинги по всей стране. Правда, самих лидеров на тех митингах традиционно не будет, поскольку одни традиционно сидят в тюрьме. Совпадение? Не думаю. Другие из-за границы за Россию традиционно переживают. Думаю, что пройдут и согласованные мероприятия. Ну как в такой день, да без ребят из Единой России, Молодой Гвардии или НОДа где-нибудь в районе Красной площади? Или без коммунистов с портретами вождей? Ой, теперь уже вождя на какой-нибудь другой площади. Без жириновцев, которые, конечно же, тоже в оппозиции. Боже, царя храни, сильный, державный, царствую на славу нам, царствую на страх врагам, царь православный. В общем, могу поспорить, что все отметятся, поэтому он может ведь правда уже сделать этот день официальным праздником. И вся недолга, хоть лишний выходной у людей появится. К слову, ожидаются и всякие фееричные шоу. Вот Песков, например, уже сказал, кто нарушит закон, вернее, там не совсем так. Там, если чье-то мнение пойдет вразрез с действующими порядками, простите, с законодательством, конечно же, и не мнение, а призывы. Этот кто-то ответит. Короче, вы сами все поняли. То есть маски шоу тоже будут, поэтому не забудьте занять места в зрительном зале. А это реальная журналистика, давно не виделись. Поехали! А вот человек, которого я вам покажу сейчас, точно не пойдет ни на какие митинги, демонстрации или маевки. Он бы может и рад куда-то сходить, да не в состоянии. Зовут этого человека Юрий Гарипов, живет он в Перми, и он инвалид-колясочник. И вот сегодня я вам хочу показать фрагмент рассказа самого Юрия о том, с чем, таким как он, приходится сталкиваться. А ребята с канала Цезарь ТВ помогли ему окартинить все это дело, чтобы выглядело нагляднее. Ну что ж, внимание! Хочу сказать об отношении инвалидов в России. Ну, как бы по себе. Когда человек выходит, инвалид выходит на улицу, он себя, честно скажу, чувствует не очень комфортно. Но люди, как бы, надо сказать, вот некоторые стараются не задеть, даже в лифт с тобой, как бы, не желают зайти. И даже мамы к детям, типа, проходи быстрее, проходи быстрее. То есть чувствуешь себя, ну, скажем, как будто они встретили черную кошку. И у них-то это как бы эпизод, они прошли и забыли. А я-то чувствую себя, как эта черная кошка, которая идет по улице, и все, как бы, немножко за тебя смотрят не так. То есть, ну, как бы, к этому привыкнуть очень сложно. И еще по отношению, ну, или вот по инвалидам, которые медколясочникам. Очень много у нас инвалидов, которые просто живут и, можно сказать, годами не выходят на улицу. Не имеют такого возможности. Ну, в 5-этажном доме, если человек живет на 4-м этаже, если у него нет средств, он просто живет, ну, доживает, скажем так, существует. И может к балкону подойти, и никто его оттуда не вынесет. И не спустит вниз и не поднимет вверх. Отдельная песня – это пенсии этих самых инвалидов. И вот сейчас о грустном. Закон, по которому им эти пенсии начисляются, был принят еще в 95-м году. И тогда размер выплаты был установлен в объеме 2162 рубля. Правда, в документе есть оговорка – сумма эта подлежит ежегодной индексации. Так вот, 2017 года ее доиндексировали, знаете, до какой цифры? Внимание, до 3600 рублей. То есть цены за это время выросли в… я даже не знаю цифр таких, во сколько раз они выросли. А у этих пенсия на целых полторы тысячи увеличилась. Шик, блеск, красота. Нет, конечно, там есть еще какая-то социальная доплата. Сегодня это 4800. Плюс льготы, например, скидка в 50% на оплату услуг ЖКХ. А вот теперь мое любимое. Если вдруг у этого инвалида, не дай бог, в семье занемог кто-то из родственников, и в этой семье стало одним, двумя, тремя инвалидами больше, знаете, сколько ему государство накинет? Плюс один пенсия составит 11200. Плюс два она вырастет до 12800. Ну а если таких, как он, в семье станет четверо или больше, человеку начнут платить аж 14500. Какая ж мы великая держава все-таки. Социальное государство. Прям дальше сами слушайте. В России очень большая смешность вот этих колясочек как раз. Потому что просто люди кончают жизнь самоубийством. Вот недавно, летом я прочитал, девушка молодая покончила жизнь самоубийством. 5 лет назад у нее тут случилась автомобильная авария, позвоночник. Ребенка было 6 лет, но государство как бы ей абсолютно ничем не помогло. И она решила из жизни уйти. Так вот. Таких, как бы, случаев, как бы, у нас, ну, честно сказать, немало. Люди ходят по улице, они думают, ну да, вроде как бы инвалидов-то и немного. У нас инвалидов-колясочников в России 300 тысяч где-то так вот. Инвалидов, как бы, в колясках много. Просто они на улицу не выходят. Потому что многие просто не имеют возможности выйти. И даже если они как бы и бы вышли, они могут около дома. У них как бы средств-то нет, чтобы куда-то там сходить. И под доступность среде тоже. То есть человек, люди в инвалидной колясках живут абсолютно другой жизнью. То есть мир у них как бы отделен от того мира, которым живет обычные люди, которые ходят. А еще я вам расскажу один прикол, о котором вы, возможно, не знаете. Чтобы получать даже эту нищенскую пенсию, инвалид периодически, там раз в год, по-моему, должен посещать органы соцзащиты и доказывать, что он по-прежнему остается инвалидом. То есть, что недуг его никуда не делся. В свое время я даже снимал такой сюжет про одноногого дядьку, который постоянно ездил и получал подтверждение, что новая нога у него не выросла. Представьте, бред какой. Причем туда, в соцзащиту, инвалиды должны именно ездить. Сами, на дом к ним никто не придет. Почему в Германии инвалиды-колясочники живут совсем другой жизнью? Страна, которая вроде мы победили, там инвалиды ездят на электрических колясках, ходят в кафе, в музей, общаются между собой. Там нет такой недоступности, там абсолютно другая жизнь. У нас же инвалид-колясочник – это человек с ограниченными возможностями. А там человек с повышенными потребностями. То есть, там уровень жизни инвалидов абсолютно другой. Зачем я замешал в одну кучу две, казалось бы, несовместимые друг с другом темы? А вы знаете, вдруг подумалось. На что вся внутренняя политика страны исключительно митингами ограничивается? Других повест огня нет? У нас правящие структуры последние лет шесть заняты одной единственной мыслью – как угодить хозяину? А с недавних пор озадачены еще и тем, чтобы бросить все силы на подавление протестов. Травят на людей-силовиков, которые долбят каких-то малолеток, сажают тех, кто не нравится. А по-другому нельзя эту проблему решить с протестами? Ну, например, сделать что-нибудь хорошее для людей не один раз, а делать это постоянно – нет? Про полицию говорить не хочется. Правоохранительные органы сегодня больше напоминают, что по охране папиков и к кому идти с вопросом, касающимся реальной преступности – непонятно. К оппозиции лично у меня тоже куча вопросов. И главное, а в чем идея? Так какова вообще ваша программа? Мы против Путина, так это и не идея, и не программа. Я вам Юрия этого недаром показал. Какое место в вашей программе занимает конкретно он? И когда именно? И за счет чего его жизни сменится к лучшему, если вы победите на выборах? Ладно, не хочу продолжать. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе ссылка на нее прямо надо мной. Ну и вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, не стесняйтесь подписаться на канал, не забудьте. В соцсети тоже заглядывайте в друзья, добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok